всем привет меня зовут елена и сегодня мы поговорим о вышивке вернее наверное сначала о вышивке но кто в конце ки обычно обо всем разном а мы наконец-то вернулись киев да мы уже в киеве наконец-то наконец-то вернулись столько радости так вот мы в киеве и соответственно здесь все мои процессы когда мы уезжали если бы не взяла ни одного своего большого процесса ни одного и вот мы вернулись и мы процессы вместе соответственно я буду дальше вышивать не знаю надолго мы в киеве здесь постоянная сирена вчера я была штук пять приятного мало но пока вроде бы относительно вокруг все спокойно поэтому сейчас я пришла к кому выводу я пришла к тому что у меня слишком много процессов я так посчитала приблизительно на сегодня не как минимум двадцать один кроме того все не занимают огромный пакет и это получается плюс это как раз мой чемодан ну это как-то многовато если мы еще куда-нибудь поедем если бы обязательно хочу взять процесс большой как минимум один поэтому сейчас я хочу уменьшить количество своих процессов тем более что половину из них ему закончить очень быстро там куча игольниц крыпа начинала и из них уже но я почти закончена 1 2 закончить позже покажу кстати вот эту вот у извиняюсь не эту а вот эту вот она красивая очень тоже стиль black потом покажу так вот сейчас я буду заканчивать все свои процессы уменьшать их ну надеюсь что все будет хорошо и что мы никуда не поедем больше максимум отдохнуть но уже если мы куда-нибудь и поедем если вы обязательно возьму какой-нибудь процесс обязательно из приятного я уже говорила вам что когда я уезжала я побоялась за свой основной процесс поэтический салон и я его сняла с рам ну так вот я могу сейчас его полностью показать развернутым первый раз все что отшито все что вышито именно это будет вся картина снятая со станка я у меня как раз учить больше этого начну покажу единственное скорее всего ближайшую неделю я сомневаюсь что я буду вообще сильно вышивать ну потому что во первых я уже сказала мой основной процесс он снять со станка да и остальные то распакованы но суть даже не в этом дело то что мы наконец-то надеюсь переедем поближе к маме ну а это все как бы нужно время нужно этим заниматься мы как раз заканчиваем ремонт ну а переезд это весело но тем не менее как бы там ни было я думаю что уже следующем месяце было дальше вышивать свою пакистику он буду участвовать в сп чуть позже тоже я напишу не минской что наконец-то надеюсь и даже бы хорошо и буду дальше участвовать что мы никуда не уедем ну и буду дальше продвигать свои тоже остальные процессы а я их тоже вам наверное сейчас покажу и кстати какому я еще выгоду пришла как я поняла нельзя жить возле рукодельного магазина дело в том что мы приехали во львов я с собой практически ничего не взяла я взяла только галстук и одну игольницу вот эту кстати я там это вышивала ну так вот у меня не было ничего поначалу было все закрыто все было закрыто но через пару недель все начало постепенно открываться а у меня то руки тянутся повышевать а вышивать особо нечего ну и собственно мой небольшой пакетик который мне был с собой превратился в очень даже большой пакет если вы помните купила там и напор пришел мне муж подарил для рождения от лукаса очень красивый пейзаж ну и брошечка то купила бисерну уже заканчивая вышивать ну и просто огромное количество разных мелочей там пяльца органайзеры для ниточек иголочки бисерные булочки ниточки просто нитки dmc кучу всяких мелочей так что могу сказать одно нельзя жить возле рукодельного магазина каждый раз гулять проходим его и вспоминаю а вот не нужно то то тут нужна я нам читать ниточка или еще что-то так не получается мы когда ехали назад мы еле собрали свои вещи чемодан у меня просто разрывался я его закрыла попрыгала на нем потом еще раз попрыгала во все карманы все позасовывала ну как-то спаковала так что как-то все в сумму приехали мы все-таки свечами хотят тяжело было потому что вещи ребенок еще и крыска наша стар вернее огромный крыс уже но тем менее все привезли так что возможно даже хорошо что мне рядом дома нет в отдельном магазина вот то что есть там чисто ниточки там особо ничего нет и кстати мне очень понравился очень понравился магазин лолитка во львове вот кто там был там магазин изумительный так что у меня сейчас просто огромная плана на вышивку и как я уже сказала начнем с поэтического салона я вам хотела просто показать вот я его сняла со станка вот такой вот он большой огромный треть уже выше то первая треть сейчас начало вторую треть не знаю буду вышивать неделю я не уверена что вы стоит начинать вышивать на пяльцах потому что нас ног его одену скорее всего через неделю то и через две когда мы переедем ну что вы уже там поставить свой станочек и все одеть красиво хотя опять же не факт возможно и начну рукой татянцевой взять по вышивать посмотрим это наверно моя одна из самых больших самых грандиозных картин буду продолжать ее вышивать так что бросать ее не собирались и если мы куда-нибудь поедем и обязательно хочу взять с собой и вот мои розы них тоже было очень жалко я не постоянно вспоминала я даже жалела что не взяла хотя бы просто ткань с вышивкой нитки можно докупить я их постоянно вспоминала и мне очень хотелось их до вышивать ну за конечно действительно очень красивая я тоже постараюсь и как-то закончить ну и вот мой ручный чувак я бы только купила я снимала поэтому набор обзор вот уже немного вышита и уже видно что получается мы получается действительно вот очень яркий очень красивый узор я чуть позже до вышивают узор до верха чтобы виден весь узор именно весь и тогда возможно даже сниму отдельным видео потому что набор действительно стоящие ну мне он очень понравился вот еще вот так вот покажу другого ракурса вдали яркие цвета очень красиво вот наборе всем рекомендую и напомню там была еще вышиванка с таким же самым узором а схемка очень удобная понятно вышивается легко быстро мне нравится самое главное чтобы перемешивать а я не показал вам самое главное мой финиш еще одна игольница в стиле black work кстати мне очень понравился этот стиль получается действительно очень оригинально интересно и креативно вот у меня первые улицы с бабочкой но опять же бабочки этом вышивала не по схеме я добавила золотые ниточки канитель и получился очень интересно по схеме это все было без этого а а здесь получается ромашки божья коровка и край кстати я сделала тоже добавила в схему сделала просто две строчки черным цветом если делать без корнюшку но красивее единственное это игольница без корнюшка получилось не очень маленькая на самом деле лучше вышивать есть ли в виде без корнюшки то на двадцатой канве чтобы она была чуть мельче хотя в принципе большая получилась кому нужно много его использовать очень даже удобно но в принципе да я все-таки привыкла немножко более маленьким игольницам хотя опять же не такая большая очень даже интересная мне понравилось все мне хотелось сюда тоже добавить золотую ниточку но сюда не стоит действительно очень красивая оригинальная игольница очень красивая вода стиле блэкберг мне очень нравится мне нравится не просто блэкберг но вот именно что был по центру какой-нибудь цветной узор так спорта но интереснее и вот еще одна моя ну наверное подушка я уже показываю вот я закончила это стиль осизи чем мне понравился тем что здесь внутри идет черный бэк это очень украшает для игольницы хотя хотела зайти в игольницу она слишком крупная рисунок большой сильно но это будет значит мне подушка у меня есть ткань я как раз купила еще перед началом войны там немного ткань я покупаю всегда с запасом и это будет точно скорее всего подушка и по окружности будет кант он тоже у меня есть я покупала с большим запасом да я запасаю всем ну и дальше не хочу сделать видео постараюсь побыстрее прежде всего хотела показать мои вечерние огни я их еще не вышивала здесь киеве я их только достала первый раз вот я как раз сейчас выбираю все свои наборы все свои процессы все что у меня есть так сказать планы составляю красивая очень очень хочу тоже повышевать закончить вот через неделю-две переедем я там как разложусь красивый очень сюжет вот ставлю картинку напомню изумительный пейзаж изумительно яркий красивый так прямо тянутся руки даже не знаю с чего начать а вот кстати вот его возможно повышеваю потому что здесь пяльца хотя опять же я бы очень хотела вот мы переедем одеть его на отдельный станок вот у меня было по плану все-таки к нему купить станок это очень большая картина хотя она за счет того что здесь мелкая канва равномерка на быть не очень крупной но все равно им хотел остановлен не посмотрим еще так дальше мой галстук ну тут показать особо нечего вот закончу покажу дальше брошь вот моя брошь бисерная действительно быстро вышивается очень быстро но слишком много процесса на все не хватает времени именно поэтому я хочу их уменьшить как минимум до 10 то есть мне должно быть не более 10 процессов вот я тоже закончу в самое ближайшее время а и вот мои две без горнюшки роза 1 и роза 2 наверное одну из них я закончу следующий буквально ближайший день 2 у меня по плану просто взять и закончить я уже говорила что я не знала как лучше вышить крестиком через две ниточки или полукрестиком через одну ниточку и решила сделать и так и так и последнее будет лучше так что наверное в следующем видео ну или через видео вы мне скажете какая из них лучше получилась вот закончу обе и покажу ну и вот мой рог изобилия я пока его еще не брала не вышивала ну нечего пока показывать особо то же самое без корню от мартины вебер красная это что с розочками это тоже пока особо нечего показывать но тоже на меня будет одна из следующих готова там вышивать особо тоже нечего рамка уже закончена вокруг то что ну а там серединку же тоже вышить день посидеть там два неважно вышью мой лондон осталось два несчастных листика большинство фон сверху ну и много блэкфорда вот тоже если летом буду дома я вот здесь точно закончу вышивать нечего делать уже где мои подушечки тоже в самые ближайшие дни в самые ближайшие просто сяду и сошли мы их уже делать особо тут нечем нужно просто их шить они же полностью выше то они готовы к тому чтобы шить у меня уже есть и ткань и замки у меня все есть и даже с набивком а и тем более мы переезжаем не вышивала в ту квартиру уже так что уже есть повод закончить ну моя подушечка риоли столько начата и я не думаю что я буду сейчас и сильно вышивать потому что как я уже сказала у меня приоритет заканчивать процессы не исключаю что что-то я конечно вышли иногда но наверное не часто а то же самое касается еще одной подушки который большой в среднем стиле которую я еще не начала но уже полосу собрал процесс я обязательно вышлю они нравятся но не думаю чтобы вшать часто а и кстати мой золотое шитье тоже обещала показать я вот только начала делать хочу сразу сказать что камера она совсем не передает какая здесь ткань ткань очень красивая бархатная белье бархатная красивая такая вот очень красивая мягенькая но на камеру она к это блеклая никакая что из этого получится скрещу кошелечек с фирмуаром это я тоже как нему дошью но еще и нему кашель с фирмуаром он у меня как-то ну слишком долго тянется я уже и выкройку сделала перед войной и заказала фирмуар со второго раза правильный но вот тоже сейчас надо сесть это же вопрос то шить как я уже сказал у меня куча процессов которые в принципе готовы к окончанию почти закончены но не дошиты и надо их как-то по уменьшать ну и мой кошелечек с фирмуаром тоже в среднем стиле он только начать поэтому то же самое я не думаю что вы сейчас бы часто вышивать но и моя микро вышивка это я тоже планирую закончить можно быстрее потому что одна картинка уже вышита а вторая картинка она идет как раз пару к первой и не будет вместе оформляться и они планируют как раз в эту квартиру куда он переезжаем так что я все-таки хочу тоже закончить ну и кроме того некомпактные маленькие занимают мало места поэтому если вдруг я приду отдыхать и скорее всего возьму с собой ну и по итогам поездки во львов у меня собралась куча игольниц и без корнюшек ну вот честно вот не знаю зачем мне столько еще там начатые есть но что ты меня на них потянула но согласитесь некрасивая действительно красивая и вот наборчик мы которые купила я его не буду я постараюсь вернее вы сейчас не начинать все-таки хотя руки тянутся конечно но не буду но все-таки на сначала свои процессы все меньше до 10 тогда можно уже и начинать что-то потому что если куда-то уезжать слишком большой объем всего слишком большой и больше всего занимают именно органайзеры с нитками всякую мелочь в принципе взять можно вот именно большие процессы органайзеры занимает много места с нитками возможно не все показала не знаю что-то у него мама там находится еще сейчас вроде как все же собрала хотя не факт как я рассказала мне много процесса возможно что забыла так что планы низкие большие если все будет хорошо ближайшие две недели мы переедем поэтому эти две недели не думал что я опять же много буду вышивать но как только мы переедем тем более пункт будут каникулы если все будет хорошо в киеве то буду вышивать много это мне руки прям таки тянутся повышевать то что я оставила его дома не вышивала последние три месяца по вышивке наверное все а теперь давайте поговорим немного разным да мы наконец-то в киеве мы вернулись радости моей нет пределов вы даже не писать это приятно поспать собственной постели в моей постели на моей подушке с моим одеялом залез в мою собственную ванную наконец-то получить все свои вещи которых там не было мы вообще приехали почти без вещей так что мы наконец-то дома ну конечно когда мы приехали я ожидала такое увидеть конечно я приступила готова я показал прошло видео все мои цветочки ну не все почти все высохли жалко не что кофе фикус мой жалко что есть то есть главное что мы вернулись так что цветочек мы почти все высохли но не все некоторые остались кроме того что я хотела сказать вот в львове честно мне очень понравилось получала конечно было как-то все очень-очень-очень жутковато даже я бы сказала приехали все каком-то шоке все закрыто все было закрыто все почти все магазины кроме продуктовых везде военная действительно страшно все так уехали я даже вспоминать не хочу ну да первая вера недели три у нас был шок буквально потом все немножко мы освоились там под конец мы уже и на тревоги внимание не обращали всего один раз вот попали куда-то рядом так что увидели за окном дым нам очень понравилось во львове действительно очень красивый город под конец потом даже обошли уже все музеи с ребенком и что меня удивило это цены на музеи вот скажите вот вы где-то видели вход в музей ценой 10-20 гривен 10 гривен детский билет вас взрослым там такие музеи есть срединственного музея там было 30 гривен детский билет 340 50 взрослым ну в принципе это вполне доступно всего два музея там было интерактивные музеи истории и океанариум со входом 200 гривен и такие дешевых цен в музее не знаю нету и куда-то сходить нужно но больше денег ну а так то все было рядышком гулять где-то было нужно то мы с ребенком походим уже по музеям в конце это было именно в конце когда мы уже все успокоились там уже обжились так сказать уже все магазины пооткрывала все работало уже освоились так сказать но вот сейчас получается мы вернулись первые пару дней было все хорошо еще а вот вчера сегодня как-то немножко напряжно получается за вчера было пять сирен одна за одной я вам честно скажу я даже отключила эту программу сирен у себя в телефоне там не было такое грудение неприятный звук такой без него спокойнее я звук отключила как-то все это мне не очень нравится я еще просто не знаю нужно ли здесь реагировать на сирены то что то что было раньше здесь нужно было скажем так пока еще не знаю ну вот осваиваемся а что касается львова как я рассказала нам там очень понравилось городе сильно красивый очень красивый центр вас и на центр особенности там очень здание красивое но когда-то мы были там получается везде было очень много военных очень много кроме того я не знаю где мы жили больше чего мы жили честно вам скажу но у нас при входе во двор домой там где мы снимали квартиру всегда стояли два-три человека военных и не обыскивали при входе в особенности вот первого месяца пока не нас не знали нас всегда постоянно выскали сумки вот пошел магазин с продуктами обязательно письмо что в кульке так мама даже смеялась что вы тоже знаете что у нас на завтрак на обед на ужин то есть при входе постоянно обыск грубо говоря ну под конец уже меньше мысли больше знали а поначалу и паспорт проверяли прописку прежде всего ну и пакеты все сумки и кстати насчет паспорта во львове после того как все открыло все кафешки рестораны все если вы идете кафешку любую обязательно при входе проверяют паспорт если в паспорте у вас русская белорусская прописка вы туда не войдете россиян не обслуживают а более того во многих из них еще и обыскивали металлоискателя вот до этого а что еще интересно что касается сирен если во львове звучит сирена и вы на пусть кафе то есть два варианта если в этом кафе есть новом убежище то вас вас него отправляют и в этом сидите пока серия не закончится вот один раз мой ребенок нас затащил запаянную каву там делают такое интересное кофе его как бы запаивают огнем очень эффектно даже может старых сочек видео действительно очень красиво очень эффект и и и Продолжение следует... 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 важно кстати только за вчера в киев было 5 сирен и будет сегодня уже три как там так жутковато честно многовато посмотрим и вот сейчас мы в киеве очень надеюсь что здесь же останемся ребенку еще учиться где-то около недель не знаю точно онлайн научимся уже но и все надеюсь как я уже сказала чемодан мы не разбираем а только пересобираем его на всякий случай уже опыт есть в сборах за 10 минут приятного мало приехать без вещей а зато мы еле вернулись куча вещей уже ребенок вещи крысенок наш вернее уже большой крыс что-то камера постоянно сбивается но вроде настроила но наверное уже на этом буду заканчивать не забывайте подписываться как раз сейчас буду заканчивать все свои процессы начаты будет много всего интересного так что всем до новых встреч и желаю всем миром миром берите себя